Детям в Воронеже начали устанавливать современные протезы рук, сделанные в Сколково. Причем даже их дизайн теперь можно выбирать. При этом самим пациентам за это платить не нужно. Все расходы берет на себя фонд социального страхования. Проект уже работает в полусотне регионов. Наш стал 51-м. В его рамках протезы рук уже получили больше тысячи россиян. Три четверти это дети. Кто первым в Воронеже оценил свои новые возможности, расскажет Евгения Соседка. 11-летний Максим Каверин. Учится брать кубики и игрушки. Новыми пластиковыми пальцами даже гантели готов поднимать. Пока, правда, вот такие. Одной левый он теперь может много. Впервые в жизни. Руки у мальчика не было с рождения. О, молодец. Здорово. Держи вторую. Еще раз. Ну-ка. Ну-ка. Вот это не поддается. Молодец. Здорово. Его первый протез, говорит, был косметическим и неудобным. Плечо постоянно потело. Дизайн этого гипоаллергенного выбрал сам. Именная с черепом на кисти. Это не просто рука, а функциональный гаджет. Разработчики Сколково протезы сумели сделать привлекательней. Добавили насадки на выбор. Под удочку, фонарик или даже квадрокоптер. Так прежде всего маленьких пациентов избавляют от комплексов. Максим своей левой готов хвастаться. На велосипеде я и так неплохо катаюсь, но я даже не знаю. На физкультуру, чтобы носить, чтобы в коротком рукаве не стесняясь ходить. Я бы хотела научиться счесать за ухом. Никогда это в протезе не получалось сделать. Такая цель. Такие протезы печатают на 3D-принтере всего за полмесяца. Проектируются под любую травму. Выбрать тот же цвет и даже примерить можно вот так виртуально. Сразу можно оценить, как будет выглядеть уже на конечности. Что, каким образом это приложение может скачать каждый пользователь мобильного телефона. С ними и плавать, и кататься на лыжах можно. Не заржавеют. Такая рука помогает разработать мышцы. После пациентам предлагают уже стать ближе к роботам. Носить бионические протезы. Созданные в Сколково втрое дешевле импортных. Такие впервые в регионе поставят этой девушке. Лишилась кистей из-за обморожения. После, говорят, 3 года не выходила из дома. Разработчики обещают, искусственные руки будут словно настоящие. И по-своему удобней. Там же при передаче мышечных импульсов на микропроцессор кисти приводятся в действие уже электродвигатели. И он уже такой более косметичный. То есть он уже более похож на руку. Пациент при помощи такого протеза уже даже может рассчитаться за покупки, потому что там встроенная система байпас идет. Там можно рассчитаться за проезд. Можно контролировать там вплоть все до социальной сети даже посмотреть. Пациентам это не стоит ни копейки. Протезы оплачивает фонд соцстрахования. Достаточно получить заключение медико-социальной экспертизы и написать заявление. На сегодня это пока начальный контракт на обеспечение шестью протезами. В следующем году мы продолжим уже эту деятельность. Будем активнее работать и с детьми инвалидами, ну и соответственно со взрослыми. Кроме того, у нас еще есть уже небольшой опыт работы по обеспечению пострадавших на производстве. Правда, говорят, в регионе сейчас больше востребованы протезы ног. Ученые из Колково такие пока разрабатывают. Искусственные кисти сейчас тоже совершенствуют, чтобы лишившиеся рук когда-нибудь смогли почувствовать даже кончики пальцев. Евгения Соседко, Дмитрий Овчинников, Вести Воронеж.